Приветствую вас и давайте мы с вами сразу определим, что депрессия, если она у вас действительно имеется, это заболевание. И лечится депрессия именно как болезнь, депрессия лечится как, скажем так, отдельное такое заболевание, которое в общем-то нужно лечить не только медикаментозно, да, ну и все, и соответственно психотерапевтическими методами. Вы ничего не сказали по поводу того, есть ли у вас диагноз депрессии или нет. Вот именно в какой-то конкретной информации по этому поводу, да, вы не предоставили. Из чего в общем-то не совсем ясно, да, с чем, собственно говоря, мы имеем дело. По крайней мере я, если честно, этого не понял. Это первое. То есть если у вас есть подозрение на депрессию, то нужен диагноз. Нужен диагноз и соответствующие рекомендации. И это не только прием антидепрессантов, которые вам в общем-то и не должны были по сути своей помочь. Потому что антидепрессанты это не лечение. Это скорее в большей степени поддерживающая такая терапия, да, это поддерживающее такое вмешаторство. Вот. Которое, ну, собственно говоря, ни в коем случае не является лечением. Вот. Это первое. Второе. Вы пишите, проблема заключается в том, что я не могу поставить себе цель и не вижу смысла жизни. Эта проблема, она аноним, более глубокая, чем то, что вы, к примеру, связываете со своим мужем, да, и так далее. Проблема смысл жизни кроется в, скорее, в вашем детстве. Вот. И в том, что вы очень долгое время, и в том числе и сейчас, продолжаете зажимать свои чувства. То есть, здесь, здесь скорее не цели, не цели и не смысл, а здесь скорее выражение своих чувств. То есть, я вот в качестве первичной задачи, да, вижу именно работу с чувствами, именно работу с тем, что вы свои чувства подавляете и что вы более боитесь. То есть, об этом немножко, чуть позже, я скажу. Вот. То есть, смысл жизни, да, его, как бы, искать, искать смысл жизни не нужно. Цели. Ну, опять же, помимо цели, да, должно быть что-то больше, больше, чем цель. Должно быть, к примеру, к примеру, ценности какие-то. Должны быть ориентиры. Цель это уже производная. Вот это вот. Дальше. Все началось восемь лет назад, пишите вы со знакомством с мужем. Нет. Аноним. Здесь у вас, на мой взгляд, принципиальная ошибка, потому что все началось не восемь лет назад, все началось еще раньше, потому что мужчина никак не мог вас в это состояние, ну, ввергнуть, да, в это состояние. Вести никак, это невозможно, невозможно, чтобы мужчина вызвал у вас в депрессивных состояниях, вот, поэтому, здесь, извините, нет, это не так. Он оказался безинициативным цифляком, мамочкиным сынком, но не мужчиной, способным что-то решать. Понимаете, аноним. Двоякая история. С одной стороны, мужчина, конечно, должен что-то, ну, что-то делать, да, мужчина должен что-то решать, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, такое ощущение, что вы сами-то за себя решали все с большим трудом. То есть, вам самой сложно, к примеру, сделать выбор, вам самой сложно, к примеру, принять какое-то решение, вам самой сложно, к примеру, там, что-то для себя выделить, выявить и так далее. Такое у меня ощущение, что мужчина не хочет, значит, как бы, принимать, ну, брать ответственность на себя. И вы не хотите брать ответственность тоже на себя. И каждый из вас пытается друг на друга впихнуть ответственность, ну, принятие, взятие ответственности. Если это так, что-то очень плохой знак, потому что все-таки вы можете ожидать от своего партнера, что он будет, ну, что-то решать, да, вот. Вот, вы можете этого ожидать, но вам нужно решать за себя, то есть, у меня такое ощущение, да, что, вот, вы, вам мужчина был нужен для того, чтобы он что-то решал, вот. Вы говорите, говорит, когда я это поняла, я уже была в состоянии подавленности и депрессии. То есть, тут наручена причина-следственная связь, то есть, депрессия развивается не в результате нахождения человека с кем-либо, да, ну, вот, потому что, ну, если вот ваш партнер оказался, не таким, каким вы, к примеру, хотели бы его видеть, да, если ваш партнер оказался, ну, просто, ну, 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 не таким, каким вы хотели бы его видеть, то, в этом случае, вы просто от него бы ушли и все. Но при этом вам потребовалось время для того, чтобы понять, для того, чтобы увидеть, что он вот, ну, что он вот такой, что он вот, вот, у него вот есть какие-то, ну, сложности, какие-то трудности, да, что у него есть какие-то особенности, вот, и, если честно, я не верю в то, что вы сразу этого не почувствовали, я не верю в то, что вы сразу этого не видели. Просто вас продавал, продолжала жить надежда, продолжала жить вера в то, что, в то, что он изменится, что он что-то такой, каким вы хотите его видеть, ну, вот. И вопрос здесь заключается только в том, что стоит, что стояло и стоит за этой надеждой, за этой потребностью, за этим желанием. Дальше, к сожалению, когда я это поняла, я уже был в состоянии подавленности и депрессии. Ну, вы не понимаете, да, что это процесс, который, который протекал параллельно вашим взаимодействиям с мужчиной, параллельно. То есть, одно не связано с другим, но влиять друг на друга вполне способно. Значит, состояние подавленности и депрессии. Еще раз, депрессия – это диагноз, это диагноз, это медицинский диагноз, когда в результате этого диагноза человека госпитализируют, если депрессия тяжелая, и, соответственно, наслаждается лечение. Еще раз повторю, в том числе лечение как медикаментозное, так и психотерапевтическое. Дальше меня перестало радовать жизнь, мне ничего не хотелось и не хочется, у меня нет стимула, цели, желания жить. Ну, опять же, понимаете, какая история. Совсем этим нужно работать. Совсем этим нужно работать. Но нужно понять, что его все началось. Ведь на депрессию есть достаточно много взглядов. Вот. К примеру, с точки зрения одной из школ психотерапии, депрессия представляет из себя набор малоадаптивных знаний, малоадаптивных мыслей, которые не несут по факту никакого эффекта, да, никакой пользы и так далее. Вам нужно эти мысли отследить и просто, как бы, увидеть, что они абсолютно лишние для вас, по крайней мере. Дальше. Другой, с точки зрения, с точки зрения другой школы психотерапии, значит, депрессия представляет из себя набор подавленных желаний. То есть, когда вам вообще ничего не хочется, у вас нет своих потребностей, у вас нет своих чувств. Вот. Но при этом вы же понимаете, что когда-то чувства все-таки были. Когда-то ваши желания все-таки имели место быть. И вы, судя по вашему тексту, в общем-то, помните ту жизнь, когда чувства и радости были. Значит, результаты чего-то они у вас спрашивали, что-то их подавило. Что подавило? Нужно разбираться. Чтобы это не было, вы восприняли это искаженно. Но, опять же, это работает. А, в четвертых, то есть, с третьей точки зрения, это набор негативных установок. То есть, остановка – это готовность к переживанию. То есть, у вас есть готовность, не готовность к негативному переживанию по поводу широкого спектра ситуаций. Заметьте, я говорю «ситуации», я не говорю «проблем». Вот. И вот что у вас конкретно? Что больше подходит под важную историю? Нужно разбираться. Что касается цели, про цели я уже сказал. Что касается стимула, это мотивация. Вот это такая, знаете, определенная жертва, ну, определенная жертвенность в поведении, скажем так. То есть, как бы так вот выразиться, чтобы понятно было. Вы рассчитываете, да, что кто-то или что-то придаст вам смысл жить стимул? Жить? На самом деле, нет. Стимул, он только у вас. Стимул заключен в вас. И стимул представляет из себя, по сути, живой интерес к тому, что вы собственно делаете. Вот. Стимулы представляют из себя именно живой интерес к тому что вы делаете, к тому чем, чем вы занимаетесь. И здесь важно понимать, что до тех пор, пока вы подавляете свои эмоции и желания, до тех пор, пока вы даже не осознаете того, что это делаете, Проблема со символом будет сохраняться, потому что символ это чувство. Никакие книги по мотивации, популярные линии, вам на самом деле не помогут. Ну просто потому что символ заключен в самом человеке. Что касается смысла жизни, то здесь опять же эффективнее используется экзистенциальная терапия, экзистенциальная школа психологии, и в общем-то в видеорамках как бы проводится работа. Но это именно работа, это именно работа. Я не знаю, безусловно, что вы делали с психологом, но совершенно очевидно, что это было не так. Да, совершенно очевидно, что как-то неверно была построена работа. Дальше, значит, так, последние два месяца решила пожить отдельно, чтобы побыть одной и обдумать все, попытаться жить по-другому. Но сейчас я понимаю, что не могу, у меня просто нет сил, а на все силы уходят. Целыми днями на протяжении 5 лет я практически нахожусь в квартире, исключение только по необходимости за пределы. А как вы зарабатываете, откуда у вас деньги на проживание? Мест задельного проживания так не проходит, я не могу найти в себе силы устроиться на работу, хотя есть образование. А живете на что? Ага, значит, соответственно, не могу найти в себе силы, есть страх оценки. Ну вот, понимаете, какая история? Страх оценки – это по сути есть чувство. Это есть чувство. То есть, страх оценки – это родительский голос. что ты, там, соответственно, ну, что ты никакая, что ты плохая, что ты будешь самой ужасной, к примеру. И так далее. А? Это оценка. Оценка – это что такое? Ну, оценка – это всегда что-то субъективное. Для вас – объективно, а для другого человека – субъективно. Вот. И вопрос, который хочется вам задать, он заключается в следующем. По какой причине вы считаете, что оценка других людей, да, оценка является более важной, чем ваша собственная, к примеру, позиция? Да? Это первое. Второе. Второе, что очень важно понять – это то, что страх оценки означает вашу социальную ориентированность. То есть, ориентируйтесь вы на других людей, а не на себя. Вот. Именно, именно вот на себя, на свои предпочтения, на свои желания, на свои чувства вы не ориентируетесь. И это еще один момент. А почему так происходит? Почему вы не ориентируетесь на себя? Вследствие чего вы не ориентируетесь на себя? Считается, что человек, который социально ориентирован, он, с одной стороны, не доверяет своим чувствам, да, то есть, ну, как бы не принимает их. Вот. С другой стороны, такой человек, он в своей семье не получал, значит, как бы так сказать, он не получал необходимых ответов на свои вопросы. То есть, ему не хватало, грубо говоря, информации, ну, по вопросам, которые у него появлялись. Вот. И из-за этого он, как бы, должен был обращаться к другим людям. Из-за этого он привык, значит, ну, прислушиваться. Прислушиваться больше к мнению других людей, нежели чем к себе, собственно говоря. Вот. Ну, потому что привык к тому, что информации своей у него нет. Вот. Равно как и смысл жизни. Вот вы говорите, поиск смысла там и так далее. А на что вам опираться в поиске смысла жизни? На что вам опираться, как бы, где базис, базис для этого, где фундамент для этого? Фундамента, то для этого у вас, судя по всему, нет. Вот. То есть, нельзя просто взять, например, и найти смысл жизни. Нужно получить какие-то знания. Нужно до определенного момента расширить свой кругозор. Правильно? Вот. А этого не происходит. То есть, вы говорите просто обдумать, все и так далее. Ну, хорошо. А обдумывая, вы на что опираетесь? Вы же на какую-то информацию, как бы, опираетесь? Вы же, ну, как бы, что-то используете в своих мыслях. Вы же используете какие-то посылки, большие посылки. Ну, по правилам, логике. Логике. Вот. А посылки, откуда взяться? Из каких данных? Какие данные вы используете? Вот. Понимаете? Именно поэтому вы зависите от оценок, а у вас недостаточная информация. Вот. Поэтому здесь вот нужно выявлять, что вам непонятно, и это обсуждать, и чтобы у вас была своя собственная картина, к примеру, мира. Вот. И тогда уже вы сможете более эффективно пользоваться своей, ну, своей способностью к мышлению. Вот. То есть, на мой взгляд, это вот именно так работает. Дальше. Трак оценки, да? Который вы говорите, это чувство. Трак оценки, это чувство. Чувство, по сути, любое чувство, в той или иной степени завязано на потребностях, на желаниях. В каком-то, в каком угодно. Вот. А это нужно понять. Это нужно понимать. Это нужно понимать. То есть, если у вас есть какой-то чувство или какой-то страх, то за этим лежат, скорее всего, ваши потребности, ваши желания. Поскольку вы боитесь оценки, значит, вы хотите, чтобы вас оценили, вы хотите быть значимыми. Вот вам уже первая мотивация для того, чтобы что-то делать. Делайте то, что было бы значимо для других людей. Занимайтесь тем, что было бы важной и ценной для кого-то. Занимайтесь тем, что оценили бы другие люди. Вот. Ведь оценка людей для вас важна. Ну, в сути, потому что вы пишете. Вот. Вот так. Это вот как минимум то, что вытекает из вашего чувства, которое вы уже привели здесь. Дальше. Я даже не могу позволить себе какие-нибудь радости, мне ничего не интересно. Нет. Понимаете, не могу позволить себе какие-нибудь радости, это запрет. А мне ничего не интересно. Это скорее, ну, опять же, игнорирование своих потребностей, да. То есть, игнорирование своих желаний, своих импульсов, своей спонтанности. Детской спонтанности, кстати говоря. Вот. И это разные вещи. Когда вы говорите, что я не могу себе позволить радости, это запрет. Еще раз повторю. Когда вы говорите, что вам не интересно, это иногда совсем другое. И если, если вы употребляете фразу, я не могу позволить себе какие-нибудь, ну, какие-нибудь радости в контексте того, что вам ничего не интересно, потому что вы здесь поставили тире, тире, то просто позвольте, да, если не интересно, просто позвольте себе это. Может быть даже через силу, но позвольте. Вам необходимо это подтвердить. Вот обедит, приходит во время еды. Дальше. Жить так невыносимо, а по-другому я не знаю как. Ну, 8 лет назад вы же жили по-другому. А сразу после появления симптомов депрессии обратилась к психиатру, назначили эндодепрессанты. А диагнозы вам поставили? Причем еды на эндодепрессанты? Толго от них не было полагодных. Они не дадут долго, но просто поддерживающие препараты. Работала с психологом, полегчало. Работа прекратилась, проблемы с Северной. Ну, во-первых, опять же, не совсем понятно, что именно вы делали с психологом. Как именно вам полегчало? Был ли у психолога план работы? Как-то вы договаривались ли вы с ним о том, как вы идентифицируете результат? Вот. То есть, тут совсем непонятно, что вы делали. Что вы делали. Далее. Считаю, главной работы сделано не было. Моё отношение к себе не поменялось. И к жизни тоже. Так это ваша работа, да нет? Это ваша работа. Измените себе отношения. Это у меня работа психолог. Психолог может дать вам необходимые для этого средства. Может вам дать необходимые средства для того, чтобы уже вы изменили свое отношение к себе. Но для вас психолог отношение к себе не изменит. Здесь вы как будто бы играете в игру Дано. Можете почитать о ней в интернете. Вот. То есть, вы как бы обращаетесь к психологу, да? Вы, но ждете, что специалист за вас что-то сделает. Может быть, вы не точно выразились. Я не говорю о том, что вы виноваты в том, что вам не предъявляло. Нет. Просто в тех терминах, которые вы используете, и из тех терминах, которые вы используете, прямо вытекает то, что вы на психолога, по сути, перенесли всю ответственность за себя. То есть, знаете, как бы за то время, что вы работали с психологом, я уверен, что специалист, если он, он, ну, компетентный и профессиональный, да, он вам давал определенные задания. Вы с ним работали. Это нужно было применять и дальше. Это уже ваша ответственность. Понимаете? А вы такое впечатление, что просто ждали того, что вот в результате работы с психологом ваше отношение к себе изменит. Нет. Без вашего участия, без вашего усердия, без вашего желания, без вашей готовности менять отношение к самым, казалось бы, незыблемым вещам, которые у вас сейчас есть, ничего не будет. Мне вот интересно, знаете, что, мне интересно, вот к чему вы относитесь с критикой? То есть, что вы критикуете? Ну, вообще, что вы критикуете просто, вот, по, скажем, по сути своей, вот, что вы критикуете? Что вы считаете достойной критики? Как вы относитесь к критикой? Дальше. Идем. Так. Так. Значит, пыталась понять, какое бы занятие доставило мне удовольствие, если что и приходит на ум, то и ограшивается шагом возможного развития отношений с людьми. А это уже проблема личной границы. То есть, где я, где ты? Где моя ответственность, где твоя? Этого у вас нет. И это родом из семьи. В семье у вас не было личной границы. Вы не умеете говорить нет. А я боюсь с кем-либо сближаться. Да, это проблема личной границы. Боюсь эмоциональной боли. Вот. У меня к вам вопрос. Да. Откуда страх боли? Почему страх боли? Почему страх боли? Что такое боль? Для чего надо на человеку? Знаете ли вы, какую функцию выполняет боль? Вот. С этим нужно работать. С этим нужно работать. И вам нужно быть готовым менять свое отношение к боли. Знаете, какая история? То есть, если, если вы готовы менять свое отношение к боли, если вы сами готовы менять что-то в своей жизни, то психолог дает вам только средства, что все получится. Вот. Но поскольку вы говорите, что вы боитесь сближаться, с людьми и боитесь отношений, то у меня есть сомнения по поводу того, что вы ГПЛ и брать на себя ответственность. Потому что у вас проблемы с этим. И я полагаю, что вот одно из первых, над чем вам нужно работать, именно над выставлением личных границ с другими людьми. Вот. Ну, наравне с болью, да, с переменой, с изменением отношения, да, к боли. Вот. Нужно вам именно вот с личными границами работать. За все отвечает вы, за все отвечает другой человек. Ну, это вот, на самом деле, это, конечно, недоработка психолога, который заранее не определил границы ответственности. Вот. Дальше. Ну, сейчас боюсь эмоциональной боли, поэтому возвращаюсь в реальность, в свою комнату и каждый день как день с руками. А скажите, эмоциональная боль, точнее отсутствие эмоциональной боли, по вашему мнению, стоит того, чтобы жить как вне с руками. Ведь это ваш, по сути, выбор. Это вы выбираете жить как вне с руками. Это вы выбираете избегать эмоциональной боли, не понимая при этом, что эмоциональная боль и есть, по сути, жизнь. Только боль является болью, только если мы к ней так относимся, как к боли именно. Отдельно хочу отметить о мыши, он нелюдимый, друзей нет. Интересы к кино и играм в интернете, так было до меня, со мной, уверенно, так будет. Ну, и что вы, если вы говорите, что так было до меня, ну, то есть, да ладно, то почему же мы связали свою жизнь с таким человеком. Ну, вы говорите, что вы там, вы не сразу поняли, какой он, вы не сразу поняли, что там, ну, что он, ну, мамочкин сынок, как вы написали, раз, что он не самостоятельный, вот. А разве его интересы вас не насторожили? Если вы говорите, что так было до вас, так было с вами, почему вы выбрали с ним отношения? Какое у вас представление о мужчинах, как каким должен быть, по вашему мнению, мужчина? Вот. Если честно, для меня это тоже вопрос, на который нужно искать ответы. Дальше. Он ждёт от меня решение и перекладывает ответственность. Я такой усталый, поэтому решил разойтись. И зачем, как бы, вот как, какой, какой смысл в том, что вы пишете про мужчину? Вот какой смысл? Только то, что мужчина ображает вас, ображает ваши качества. Ну, да, возможно, это так, да. Мужина ображает ваши качества, да. А мужчина, по сути, является вашим ображением, это правда. Ну, и что? Вот. Как эта информация поможет нам в работе с вами? Мне кажется, никак. Только то, что вы выбираете определенных мужчин, которые, возможно, вам не могут причинить эмоциональную боль. То есть, это, опять же, в контексте вас можно исследовать. Можно и нужно исследовать, да. То есть, что конкретно для меня и какое конкретно для меня значение, имеет, вот, собственно, мужчина. Ну, этот мужчина. Дальше. Ни сил, ни желания, ни смысла в жизни я не нашел. Ну, а вы искали? Как бы. Ну, если нет сил, значит, они на что-то тратятся. Если нет желаний, значит, они чем-то туда подавляются. Значит, если нет смысла, значит, его просто не видеть. Вот. Ощущение, что дезориентированность во всем в отношении с людьми, самой и жизни. Я планирую, в первую очередь, с собой. Потому что жизни-то как таковой нет. То есть, жизни-то не что-то отдельное. Проблем. Проблем. Проблемы с памятью. Концентрация внимания небольшие, но есть. Связывая это с фоновой сильной тревожностью, а также периодически бессонностью. Да не факт. Почему вы связываете? Вы что, врач? Психотерапевт? Чтобы связывать. Проблемы с памятью могут быть как одним из проявлений симптомов депрессии, как и с вниманием тоже. Вот. А тревогность может быть вообще сама по себе отдельным явлением, потому что тревога это отсутствие. Те самые чувства, которые вы подавляете. Вот так вот, ваш чувство нет, а тревога есть. Так давайте пойдем навстречу тревоги. Давайте подумаем по поводу чего тревога и так далее. И раскроем это. Вот. Возможно стоит пропить еще раз курс антидепрессантов. Мне не поможет. Даже визит к врачу откладываешь две недели. Надо понимать, что все, что это бесполятно. Как найти в себе силы дальше? Только работать с психологом и анализировать ваше жизнь, детско-родительские отношения. И работать, работать, работать. Только так. С чего начать? Ну, собственно, сомнение того, что я вам сказал. Как предстать стыдиться в своем состоянии. А откуда вот вы взяли, откуда вы взяли, что ваше состояние, оно постыдно? Откуда взяли там? Кто стыдит вас? От кого вы научились стыдиться? Кто делал так? Кто поступал так? Кто стыдил вас в детстве? С чего хотел этот человек, который стыдил вас в детстве? Ну, или фигура, значимая для вас. Вот. Вот. Давайте, конечно. Вот. Если вы начнете хотя бы с этого, и вспомните, а чего вам хотелось в тот момент, когда вас стыдили, к примеру, чего вам хотелось. Вот. Если вы начнете с этого, то, я полагаю, результат уже будет более ощутим. Работать-то нужно не с тем, что я или кто-то другой считает правильным, а с тем, что живо для вас, с тем, что важно для вас. Вот. Ну и в целом, в целом граница ответственности, я думаю, это вот самое важное. И боли, отношение к боли. Вот. С этого нужно начинать. Помните, что за вас никто ничего не сделает, психолог только помогает, но делаете вы. Делаете вы. В этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.